Сегодня библиотека – это место встреч и общения, а не только получения информации. Именно поэтому расширяется сфера деятельности библиотекаря. И сегодня нам хочется рассказать о человеке, который посвятил жизнь этому благородному делу. Её профессионализм, любовь к книгам и забота о посетителях сделали Натырбовскую библиотеку настоящим культурным центром сельского поселения. Наша библиотека – одна из старейших в районе. Первые упоминания о ней, как и об СБ читальне, относятся к 1925 году. То есть библиотека – старенькая, такой большой стаж. А мой стаж работы в библиотеке в этой 25 лет исполнится как раз в июне месяце. Первые 10 лет я работала библиотекарем по работе с детьми. Это был мой отдел как раз, я очень любила работать и люблю с детьми. А с 2013 года я работаю как заведующая Натырбовской библиотекой. Что мне нравится? Мне нравится общение с людьми. Каждый человек, в принципе, как та же книга. За каждым из них стоит история. Где-то может быть даже приключение или детектив. Ну вот такое общение меня, в принципе, устраивает. И ещё, наверное, что работа в библиотеке заставляет учиться чему-нибудь. Вот если раньше, допустим, мы не знали, как под эти компьютеры, что с ним делать, а теперь мы печатаем запросто, программы осваиваем запросто, создаём сами какие-то видеоролики, какие-то презентации. То есть работа побуждает к обучению. Наталья активно сотрудничает с другими культурными и образовательными учреждениями, организует совместные мероприятия и проекты. Она постоянно ищет новые способы привлечь людей к чтению и образованию. Стремится сделать библиотеку ещё более интересным и привлекательным местом для всех жителей поселения. Ну я не могу сказать, что я с детства мечтала быть библиотекарем. Нет. Но вот когда заканчивала школу, я поняла, что, в принципе, моя профессия будет связана тем или иным способом с книгой. И поэтому я поступила в Новосибирский техникум книжной торговли. Закончила, работала какое-то время в книжном магазине. А потом семья, дети. А потом мы переехали сюда, в этот замечательный тёплый край. Я пришла в библиотеку, записалась, потому что читать всегда любила. Работала в то время в соцслужбе. Но потом получилось так, ну я познакомилась с девочками, которые здесь работали, с клубными работниками. И мне сказали, что нужен библиотекарь. А так как я книги знала, любила, имела представление, что такое классификация, ну, в принципе, могла работать с книгой, поэтому я решила попробовать. У меня, как мне кажется, получилось. И вот я осталась здесь на 25 лет. Заказы, принятие и обработка каждой поступающей книги, проверка и списывание устаревшей литературы фонда, подписка на периодические издания. Это не весь фронт работы, за который сегодня отвечает Наталья Пяткова. Ну, сейчас мой отдел, вот как раз эта сторона со взрослыми людьми, это от 16 и, в принципе, до бесконечности. Обычный рабочий день, ну, вот обслуживание читателей, сколько их сегодня было. Присматриваем за порядком на полках, конечно. Самая главная задача удовлетворить запросы читателя. Вот пришел что-то, ему нужна справка какая-то, какая-то информация, или просто книга для досуга. Поэтому вот старайся, чтобы каждый ушел довольный, с нужной ему литературой. И есть такая работа рутинная, постоянная. Это, например, мы как школьники заполняем статистику, ведем дневнички, заполняем формуляры. Это вот ежедневная такая работа. Ведем перешифровку книг, это тоже нужно очень большое время. Мы уже в течение года этим занимаемся, поэтому, когда есть свободное время, время сил переписываешь эти книжечки. В общем, такая у нас работа. Работаем от мероприятия до мероприятия. Одно провели, набираем материалы на следующие, систематизируем, потом составляем какую-то презентацию, чтобы было не просто информативно, а чтобы это было интересно слушать, чтобы получить отзыв. Ну, последнее мероприятие у нас было вот прямо в понедельник. Мы работаем вот с отделением дневного пребывания инвалидов и пожилых людей. Ну, какие у них развлечения? Вот мы пришли, рассказали ему о великих библиотекарях, о великих библиотеках. Они были очень довольны. Подарили нам вот эту замечательную корзиночку в честь вот этого посещения. Ну, понравилось им. Я думаю, другие вот школьники приходят очень много, детский сад к нам приходит. Ну, и мы ходим тоже в разные организации со своими презентациями, с какими-то лекциями, беседами. Любовь к своей профессии и читателям делают ее мероприятия интересными, будь то конференция или обсуждение книги, устный журнал или литературно-музыкальная композиция, а также всевозможные игры и викторины. Ничто не проходит без ее участия. Своих читателей всегда встречают с улыбкой, для каждого находят нужные слова и внимание. Преданностью своему делу, умением располагать к себе заслужила авторитет у односельчан. Ну, знаете, сейчас традиционной такой сельской библиотеки, вот такой деревенской, наверное, уже нет. В каждой библиотеке нашего района есть компьютер, то есть доступ в интернет. Это уже информационный центр, да? Вы пришли за справочкой, вам справочку обязательно дадут. Вы пришли за книгой, если нет в библиотеке книги, мы обязательно ее найдем либо в других библиотеках, либо даже в Майкопе, в национальной библиотеке есть такая услуга, как межбиблиотечный абонемент. То есть библиотека берет в библиотеке в другой книге для своих читателей. Поэтому я думаю, что все библиотеки постепенно переходят на современный лад. Вот так вот. Поэтому, конечно, за современность. И напоследок хочется выразить особую признательность героине нашего сюжета. За ее отзывчивость, не говоря уже о профессионализме, пожелать ей крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Вы увидите библиотеку через 20 лет. Да ладно, через 20 лет я буду смотреть на библиотеку, как читатель, наверное, уже. Ну, возможно, будет вместо... Можно помечтать, что в библиотеке, может, какие-нибудь будут роботы-библиотекари. Главное, чтобы они были по-прежнему уютными и туда хотелось прийти. Вот это, наверное, главное качество любой библиотеки. А какая она будет там? Будут ли живые библиотекари или будут там какие-то компьютеризированные? Это уже не столь важно. Главное, чтобы было много еще интересных книг.